Всем добрый день! С вами Виктория. Сегодня готовим малиновый торт. Я его готовила для домашнего чаепития. Получается торт очень вкусный, сочный и ароматный. Сначала приготовим бисквит. Для его приготовления 4 яйца разделим на желтки и белки. Все продукты для приготовления бисквита должны быть обязательно комнатной температуры. Белки выливаем в миску, добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером. После образования небольшой вот такой пенки добавляем сахар. Одну третью часть от общего количества и продолжаем взбивать. Взбиваем до устойчивых пиков. На белках появится вот такой рисунок от венчиков, значит они достаточно взбиты. Далее все желтки добавляем в другую миску и добавляем оставшийся сахар. В общей сложности я использовала 160 грамм сахара. Желтки с сахаром взбиваем в белую пышную массу. При необходимости время от времени зачищаем края емкости. Желтки хорошо увеличились в размерах, побелели. Добавляем в них 20 грамм кукурузного крахмала. Я рекомендую добавлять обязательно кукурузный крахмал, а не картофельный. И добавляем 100 миллилитров слегка теплого молока. Недолго перемешиваем миксером. И далее добавляем сразу всю муку. 160 грамм. Все тщательно перемешиваем. И 1 чайную ложку разрыхлителя. Еще раз перемешиваем. И теперь соединяем обе массы. Белковую массу и желтковую. Аккуратно силиконовой или деревянной лопаткой в несколько раз добавляем белки и перемешиваем. Плавными движениями снизу вверх. Тесто должно получиться пышное, однородное и очень воздушное. На данном этапе уже можно поставить духовку разогреваться на 180 градусов. Подготавливаем форму. Я буду использовать разъемное кольцо. Я его установила на диаметр 20 сантиметров. Хорошо уплотнила фольгой. И на дно выложила диск пергаментной бумаги. Переливаем тесто в форму. И отправляем в разогретую духовку. Примерно на 30-35 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. В моей духовке бисквит запекался 30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем бисквиту хорошо остыть. И убираем пергаментную бумагу. Достаем его из формы. Посмотрите, какой красивый и пышный получился у нас бисквит. Заворачиваем его в пищевую пленку. И даем ему отлежаться в холодильнике часа 4. И затем разрезаем на 3 равные коржа. Как вы смогли заметить, бисквит мы готовили без масла. И без растительного, и без сливочного. Получается он вкусный, пористый и почти не крошится. И теперь приготовим начинку. Для этого я использую в этот раз замороженные ягоды. Можно использовать любые красные замороженные или свежие ягоды. Малину я перебила погружным блендером. Отправляю ее в сотейник. Добавляю 50 грамм сахара и 20 грамм крахмала. Все тщательно перемешиваю и отправляю на огонь. Доводим массу до закипания. И провариваем буквально 1-2 минутки. До первых булек. Перемешивать нужно постоянно. Масса начнет сразу загустевать. И сразу ее перекладываем в кондитерский мешок или любой пакетик. И даем остыть. И затем убираем в холодильник на стабилизацию. И пока приготовим крем. Для этого я выбрала крем из трех ингредиентов. Готовится он очень просто и быстро. 500 грамм маскарпоне добавляем в емкости. Выливаем 300 миллилитров жирных сливок. И добавляем 80 грамм сахарной пудры. Все взбиваем миксером. До загустения и до однородности. Взбивается такой крем очень быстро. Буквально 3-4 минуты и крем готов. Он очень хорошо держит форму. И получается очень вкусный. Сливки и маскарпоне должны быть очень хорошо охлаждены. Собираем торт. На подложку выкладываем небольшое количество крема. И выкладываем первый корж. Смазываем его кремом. Также я его пропитала пропиткой. Полное количество ингредиентов для пропитки и для самого торта я вам оставила в описании под видео. Сверху на крем выкладываем 1-2 часть начинки. К этому времени начинка уже должна полностью остыть. Все немного разравниваем и закрываем небольшим количеством крема. Сверху выкладываем второй корж. Также его пропитываем и смазываем кремом. Стараемся формировать небольшие бортики, чтобы удобнее было выкладывать начинку. Выкладываем оставшуюся начинку. Все немного подравниваем с помощью обычной ложки. Также сверху я добавлю сами ягоды малины. Все закроем небольшим количеством крема. И выложим третий, последний корж. И последний корж тоже обильно пропитаем пропиткой. Этот бисквит требует пропитки. Пропитывайте его обязательно. И сверху выкладываем небольшую часть крема. Все аккуратно разравниваем. И убираем в холодильник настояться на несколько часов, а лучше на ночь. По истечению данного времени достаю торт. Тортик у меня провел в холодильнике всю ночь. Немножко его подравниваю. И сверху украшаю ягодами малины. Здесь используйте вашу фантазию. Украшайте как вам больше нравится. Давайте же посмотрим, какой торт у нас получился внутри. С уверенностью могу сказать, что получается очень-очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить торт по этому рецепту. Всем желаю приятного аппетита. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.